Роскосмос В течение двух лет отберут от 4 до 6 кандидатов. Больше всего шансов, как уточнили в ЦПК имени Юрия Гагарина, у инженеров, медиков и летчиков. Если мы говорим о какой-то перспективе лунной программы, у нас должны быть специалисты, которые готовы будут в этой программе работать. Это должны быть не только профессиональные командиры и бортинженеры, это должны быть специалисты-ученые, соответственно, и естественно научных профилей, и биологи в том числе. И, по крайней мере, на первых этапах этой программы обязательно, с нашей точки зрения, обязательно участие медиков. В прошлом году в отряд было подано более 400 заявок со всех уголков страны. Однако отбор прошли лишь 8 человек. С перечнем документов для претендентов можно ознакомиться на сайте Центра подготовки космонавтов. На Химкинском НПО «Энергомаш», где производят двигатели для российских ракет, прошла рабочая встреча главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина и вице-премьера правительства России Максима Акимова. После экскурсии по цехам предприятия состоялось совещание, на котором обсудили перспективные проекты Роскосмоса. Особое внимание было уделено группировке спутников дистанционного зондирования Земли. Мы готовы дать государству весь арсенал средств для контроля за развитием инфраструктуры, для быстрого реагирования на любые ситуации, включая чрезвычайные ситуации, для планирования стратегического развития тех регионов, которые находятся в поле зрения президента и правительства, прежде всего Сибирь, Дальний Восток, Арктика и так далее. По словам Дмитрия Рогозина, в начале 2020-х годов российскую группировку ДЗЗ дополнит новый космический аппарат радиолокационного наблюдения «Обзор-Р». Главным инструментом спутника «Обзор-Р» станет космический радиолокатор с синтезированной апертурой «Косатка-Р». Он позволит круглые сутки, независимо от погоды, вести радиолокационную съемку поверхности нашей планеты в X-диапазоне с детализацией изображения до 30 сантиметров. Завершился четвертый корпоративный чемпионат рабочих профессий госкорпорации «Роскосмос» по стандартам «Орлдскилз». Поздравляем! Победители! Поздравляем! Вы сейчас работаете, творите и делаете то, на чем будущие молодые перспективные ребята полетят в космос, осваивая все дальше и дальше наш бесконечный космос. Несколько дней на разных площадках более 400 специалистов из 30 предприятий «Роскосмоса» соревновались по самым разным направлениям. Фрезерные и токарные работы на станках с ЧПУ, электроника, сварочные технологии, инженерная графика, прототипирование, лабораторный химический анализ, технологии композитов, сетевое и системное администрирование, информационная безопасность и многое другое. Сегодня четвертый раз наша команда нашего предприятия в ГОП «Ценке» участвует в конкурсе «Олдскилз» молодые профессионалы «Роскосмоса». Предкоманда представлена в составе 17 человек, мы участвуем в семи компетенциях. Молодые ребята приехали все в возрасте до 27 лет. Ребята все очень добросовестно работали, сформировалась единая команда, они подружились, познакомились с молодыми специалистами из других предприятий отрасли. Поэтому это очень полезный опыт и нужный для нашей молодежи. Я заняла первое место по токарным работам на станках с ЧПУ. Это просто нереально и весьма неожиданно, наверное, даже. И реально неожиданно, когда ты единственная девушка в такой компетенции и выигрываешь. Как ни странно, но именно во время выступления не было ни страха, ничего, просто было задание, которое нужно было выполнить. Из победителей будет сформирована объединенная команда «Роскосмоса» для выступления на ежегодном национальном чемпионате рабочих профессий высоко технологичных отраслей WorldSkills Hightech, который пройдет в октябре этого года. На космодроме «Восточный» готовится к запуску космический аппарат «Метеор-М». Специалисты ЦИНКИ провели пневмовакуумные и электрические испытания спутника. Заправили разгонный блок фрегат топливом. Гидрометеоспутник «Метеор-М» предназначен для получения глобальных и локальных изображений облачности, поверхности Земли, снежного покрова, не только в видимом, но микроволновом инфракрасном диапазонах. Данные спутника определяют температуру морской поверхности, выстроят радиационную карту, помогут в изучении озона в атмосфере, дадут информацию о гелиогеофизической обстановке в околоземном пространстве. На орбиту космический аппарат «Метеор-М» выведет ракетоноситель «Союз-2.1-Б» в начале июля. Это будет пятый пуск с нового российского космодрома. Специалистами баллистика навигационного обеспечения ЦУПа проведена коррекция орбиты МКС. Для маневра включили двигатели пристыкованного к станции грузового корабля «Прогресс-МС-10». Скорость полета МКС увеличилась на 2,5 метра в секунду. А высота станции над Землей теперь 409 километров в Берегее и 428 километров в Апогее. Биологи из Японии выяснили, как меняются в зависимости от условий клетки костей и мышц мышей в невесомости на МКС, а также при усиленной искусственной гравитации на Земле. Две недели жизни в условиях сильной гравитации, созданной с помощью центрифуги, заметно поменяли у мышей работу генов, управляющих ростом костей, сосудов и мускулов. Скорость их формирования резко повысилась, что привело к гипертрофии мышц, увеличению массы и плотности костей. Гравитация управляет ростом костей и мышц, укрепляя или, наоборот, разрушая их. Государственная комиссия по рассмотрению хода летных испытаний космического аппарата «Спектр-Р» решила завершить проект. «Спектр-Р» отработал в космосе в 2,5 раза больше срока. За почти 8 лет работы земляне получили огромный объем данных об устройстве Вселенной, обработка которых активно продолжается учеными планеты. Завершилась 17-я грузовая миссия «Спейс-Х» на МКС. Грузовой корабль «Дрэгон» успешно приводнился после возвращения с Международной космической станции. В военном госпитале имени Вишневского прошла научно-практическая конференция по межведомственному взаимодействию при дорожной травме. В совещании приняли участие представители Совета Федерации, Государственной Думы, Минздрава России, Главного управления научных и передовых технологий Министерства обороны, ФМБА России. Тема важна и на российских космодромах. Для ракетно-космической отрасли данное направление является также принципиально важным, поскольку травмы, ожоги, лучевые поражения, химические поражения, вот эти комбинированные сочетанные травмы являются весьма востребованными при оказании медицинской помощи, в том числе и нашим космонавтам. Для работников наземной космической инфраструктуры, которые в тяжелых условиях строительства новых космических объектов героически выполняют свои обязанности. Летчику-космонавту Антону Шкаплерову на Совете Судей Российской Федерации вручили знак судебного департамента при Верховном Суде России за усердие первой степени. Это довольно редкая сегодня и почетная награда. Антон Шкаплеров имеет второе высшее образование юриста. В свой крайний полет на МКС Антон Шкаплеров брал вымпел в честь 95-летия Верховного Суда России. На такую высоту никакую другую атрибутику какого-нибудь суда вообще в мире еще никто не доставлял. Поэтому Верховный Суд России вышел на космическую высоту. НАСА заключила первый контракт на постройку стартового модуля для будущей лунной орбитальной станции ЛОП-Джи. Модуль с ионным двигателем выведут на орбиту Луны в 2022 году. В нем смогут разместиться два астронавта. НАСА рассчитывает эксплуатировать станцию на окололунной орбите 15 лет. Японские планетологи, проанализировав данные с зонда New Horizons, пришли к выводу. Подледный океан в недрах Плутона остается жидким благодаря своеобразной теплоизоляции. Тонкому слою из замороженного метана, который отделяет его теплые воды от холодной ледяной коры. По своему составу подледный океан Плутона напоминает Мертвое море на Ближнем Востоке с огромным количеством соли. 3 июня 1965 года астронавт Эдвард Уайт стал первым американцем, который вышел в открытый космос. Через два с половиной месяца после исторического выхода в космос Алексея Леонова. Эдвард Уайт вместе с Джеймсом МакДивитом отправились в космос на корабле Gemini 4. В отличие от советского корабля «Восход», американский не имел шлюзовой камеры, поэтому астронавты разгерметизировали саму кабину Gemini. После чего Уайт, подстраховавшись фалом, вылетел из кабины с помощью ручного двигателя. Отлетев на несколько метров, он начал выполнять маневрирование. Пока Уайт летал вокруг корабля, МакДивит фотографировал его. Эдвард Уайт провел в открытом космосе 20 минут. Огненный вулкан под галактикой «Млечный путь». Снимок из Гватемалы. Автор Диего Ритца. Квинтет Стефана от телескопа Хаббл. До этих взаимодействующих галактик 300 миллионов световых лет. Их искривленная структура связана с мощной гравитацией друг друга. Увидеть квинтет Стефана можно в созвездии Пегаса, даже в любительский телескоп. На краю Земли. Автор снимка Антон Комлев. Яркая звезда чуть правее центра – планета Юпитер. Фотография сделана в Приморском крае, близ села Рудная пристань. Присылайте ваши астрофотографии на ТВ-собака. ТВ-роскосмос.ру. Лучшие из них будут опубликованы в этой рубрике. Продолжение следует...